Здравствуйте! Очередная встреча экспертно-атлического клуба сегодня на тему «Новая социология для Новой Беларуси. Как не попасть в информационный пузырь?» Наши спикеры сегодня это Андрей Вардамадский, доктор социологии, основатель и директор лаборатории «Новок». Здравствуйте, Андрей! Добрый день! Это Оксана Шелест, кандидат социологии, старший аналитик Центра европейских трансформаций, руководитель проекта «Голос улицы». Здравствуйте, Оксана! Здравствуйте, рада всех видеть! Геннадий Коршунов, кандидат социологии, экс-глава Института социологии «Нан Беларуси». Здравствуйте, Геннадий! Здравствуйте! И Войцев Кананчук, заместитель директора Центра восточных исследований «Варшава». Здравствуйте, Войцев! Здравствуйте! Напоминаю, что наша встреча включает в себя синхронный перевод на английский язык, поэтому если вам удобнее слушать нас по-английски, пожалуйста, выберите соответствующую дорожку в настройках зума. Также напоминаю, что мы ведем видеозапись дискуссии и что правило Chatham House Rule применяется по предварительному уведомлению. И если вы хотите сказать что-то, что не должно быть процитировано с вашим именем, пожалуйста, перед тем, как вы скажете такую фразу, пожалуйста, сообщите о том, что вы хотите сказать что-то такое секретное, что не должно быть цитировано с вашим именем. Ну и для тех, кто смотрит нашу запись в YouTube, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки, так у нас будет больше просмотров. Мои соведущие сегодня это Валерия Костюгова и Вадим Можейко. Здравствуйте! И, Вадим, наверное, передаю тебе слово. Да, еще раз всем добрый день. Спасибо, Антон. Наша тема сегодня, наверное, отражает ту, я бы сказал, как мне кажется, резкую востребованность социологии сегодня в Беларуси. Потому что, с одной стороны, мы видим на протяжении, наверное, последних лет, а может даже и десятилетий белорусской истории, не очень, мягко говоря, благоприятные условия для существования социологии, в первую очередь независимой, которая, конечно, белорусская власть встречает различные препятствия в своей работе. Но мы видим, что в условиях общественно-политического кризиса, в котором, в общем, Беларусь в последнее время пребывает, конечно, спрос на понимание ситуации в белорусском обществе сильно возрос, и в связи с этим возникло в том числе много и новых инициатив, таких как «Народный опрос» или «Голос». Стали появляться постоянные исследования по Беларуси, которые проводят международные аналитические центры, такие как «Ученым хаус», «Центр восточных исследований» польский, который сегодня представляет в Войцах. И мы видим, что и власти, в общем, также в ситуации перед Русским народным собранием тоже были заинтересованы обратиться к социологии. Ну, другой вопрос, к научному инструменту или пропаганде, это мы тоже сегодня обсудим. И поэтому, наверное, можно было бы, конечно, бесконечно просто обсуждать разные исследования, которые были за последнее время. Ну, наверное, для того, чтобы начать эту дискуссию, я хотел бы начать с вопроса, что мы из ситуации в белорусском обществе в последнее время узнали именно благодаря социологии. Потому что многие вещи о пробуждении, о массированности протестов, подключении разных социальных групп, они как бы достаточно еще видны даже без дополнительных исследований. И поэтому для тех, наверное, скептиков, было бы, мне кажется, важно зафиксировать, какие ключевые пункты стали доступны нам, белорусам, нам, исследователям, о белорусском обществе именно благодаря разным опросам. И, наверное, я предлагаю тогда более-менее двигаться в том виде, в каком оно зафиксировано в нашем листе, в анонсе, и в каком порядке Антон представлял. Поэтому, наверное, тогда, пожалуйста, доктор Вардомацкий, Андрей, прошу какой-то вводной вещи, что, на твой взгляд, вообще основное, действительно, мы узнали о белорусах из исследований. Причем самые ценные результаты той социологии, которую мы видели за последние полгода. Спасибо за слово и за интерес к социологии. Тема, обозначенная вами, это явно до утра. И столько много мы узнали нового про наше общество. В 2020 году постараюсь сжато назвать 5-7 позиций, которые вот открылись. Первая позиция – феномен взрывного рейтинга. Вот это произошло в 2020 году несколько раз с несколькими персоналиями новыми, которые появлялись. Тихановский, Бабарыка, Тихановская – вот основные персоналии, которые продемонстрировали этот феномен. Начиная буквально с нуля, шел стремительный рост. И вот в случае с Тихановской – это просто такой хрестоматийный классический вариант, когда динамика под углом 45 градусов шла с нуля вверх. И это то же самое проходил Бабарика, Тихановский. И вот это явление мы наблюдали несколько раз, и это выражает потребность общества в новой персоналии. Второй момент – полная смена медиаповедения. И как бы здесь два параметра можно сказать. Это первая традиционная иерархия российские медиа, потом государственные, и потом еще ниже, как это было несколько лет, и довольно много лет это продолжалось. По уровню доверия Trust Media Index находился у негосударственных внизу, в этой иерархии тройственной. Произошло полное реструктурирование таким образом, что летом в июле произошел скачок уровня доверия к негосударственным средствам массовой информации, и они просто резко взлетели. Потом этот процесс, так сказать, с различными флуктуациями продолжался. И сейчас ситуация такова, что государственная находится просто в системе координат по показателю Trust Media Index просто в негативной зоне. Это первый момент. И второй момент – смена функционала медиа. Люди перешли различного рода, различного уровня чатом, и таким образом вот эти медиа сменили функционал с информационного на, так скажем, менеджерский. Вот эти вот две вещи, два процесса произошли. Много говорилось о формировании горизонтальных связей. Это тоже совершенно взрывной процесс, когда вместо там 8-10 точек коммуникации люди выходят на 30-40, и здесь эти две функции реализуются – информационная и менеджерская. Горизонталь столкнулась с вертикалью таким образом, что, в общем, она начала слегка покачиваться. Это что касается населения, жителей в целом. Что касается протестующих, то тут тоже появились совершенно новые характеристики, которых, в общем, не было в предыдущие протестные временные точки. Произошел сдвиг болевого порога, да, когда раньше, так сказать, 15 суток казались чем-то невероятным, и помните, Тихановский убеждал в свое время, что это не так страшно, жизнь на этом не останавливается, и сейчас это стало нормой, и таким образом шла гонка между уровнем повышения болевого порога и повышение уровня репрессий. Ну вот та точка, в которой сейчас находится эта гонка, вы знаете. Вторая позиция специфики поведения протестующих – это ориентация на долговременный протест. Вы помните декабрь 2010 года, когда на следующий день Минск был пустой, и подавляющим чувством была апатия. Сейчас общество из этой сегодняшней ситуации сделало вывод о том, что надо просто выходить еще и еще много раз. Причем, когда я говорю слово «долговременный», то речь идет о месяцах и годе такой протестной деятельности. И большинство из протестующих, до 80%, ориентированы именно на долговременный протест, и это социально-психологическая норма сейчас. Вторая, значит, третья, вернее, характеристика протестующих – отсутствие потребности в физическом присутствии лидера. Так как это было везде, во всех странах, в Польше в свое время, Валенца, Ющенко в Украине, Владимир Ильич Ленин на финском вокзале в 17-м году на броневике и так далее. Сейчас в силу понимания ситуации у людей просто нет такой потребности в физическом присутствии лидеров. И это одно из проявлений самоорганизации, которое заключается в том, что каждый раз в каждом конкретном месте, если угодно, в каждый конкретный протестный день появляется новый лидер, который пребывает в таком качестве 2-3 часа и потом возвращается уже обратно обычным парнем. Утром выходя из дома, он тоже был обычным парнем, но вот эти 2-3 часа он был лидером. То есть феномен плавающего лидерства. Ну и еще такая специфическая потребность, тоже отличающая белорусские протесты. Протест как потребность. Основной функционал во всем мире протестов негативный. сказать нет, сказать нет экономической политики, уровню медицинского обслуживания, образования и так далее. Белорусский протест характеризовался, да, это было до ноября. Вот этим вот позитивом выходили не потому, что надо сказать нет, а потому, что надо получить позитивную энергию от людей, которые в этом участвуют вместе с тобой. Ну и последнее, чтобы не тянуть на себя одеяло, социальный состав протестующих. Совершенно уникальные вещи здесь обнаружились с точки зрения социально-демографического состава. И одна из них заключается в том, что в структуре протестующих количество молодых людей от 18 до 29 такое же в процентном выражении 18-20 процентов, как и количество людей старшего возраста, старше 56 лет. Вот это уникальная такая вещь, если сравнивать с другими протестами. И последнее – это образовательный уровень протестующих. Если образовательный уровень населения взять за единицу, то образовательный уровень по какому-то некому коэффициенту протестующих – это 1,3. Образовательный уровень протестующих в среднем выше, чем образовательный уровень среднего Беларуса. На все это есть соответствующие цифры, на этом останавливаются. Спасибо. Спасибо, Андрей. Только очень кратко хотел бы уточнить, когда мы говорили о медиа, вот это про менеджерский функционал. Можно немножко расшифровать, чтобы было точно понятна мысль о чатах, традиционных медиа, о каком именно изменении информационного менеджерского? Значит, происходит такая вещь временная, связанная с тем, что люди получают информацию онлайн. Она заключается в том, что в тот самый момент, когда происходят какие-то события на улице, человек получает эту информацию в тот самый момент. И если это происходит в тот самый момент, то это совершенно другой эмоциональный движитель поведения, который отличается от того, когда человек получает, может быть, ту же самую по достоверности и объективности информацию, но получает ее на следующий день и уже поздно одевать пиджак, тулук, там, не знаю, шорт и майку и выбегать на улицу. Поскольку это совпадает по времени, то оно становится, дипломатически говоря, менеджером, а по-простому это просто та сила, которая выталкивала людей на улицу. Одна из сил. Вообще, мотивация была такова, что выходить надо не потому, что надо выйти, вот я как гражданин обязан это сделать. А мотивация была, заключалась в том, что выходить надо, и я выхожу, потому что не могу не выйти. Как Лев Толстой в свое время говорил, жениться надо не тогда, когда хочешь жениться, а тогда, когда ты не можешь этого не делать. Как-то так. Спасибо, спасибо. Тогда, наверное, следующее. Оксана Шелест, тем более вы занимались, как раз, помимо всего прочего, и проектом «Голос улиц». И тоже, наверное, многое для себя и для всех нас узнали о протестующих. Какие ваши, как вам кажется, основные находки, основные вещи, которые мы узнали именно благодаря социологии? Еще раз всем добрый вечер. Ну, я начну с небольшого протеста, уже традиционного для меня протеста, связанного с тем, что со сведением вообще социологии к опросам и вот такой редукции. Я просто вижу уже, например, в чате просьбу указывать дату опроса метода выборка и предупреждаю сразу, что я не смогу этого делать, и, наверное, вряд ли кто-то из моих коллег сможет это делать. Во-первых, потому что даже если мы говорим об эмпирике, то есть о сборе данных, о сборе информации, которую мы можем потом интерпретировать как социологи, это далеко не только опросы. Более того, на сегодняшний день в наших условиях, в нашей ситуации опросы имеют весьма ограниченную эффективность и очень большое количество всякого разного рода ограничений. Поэтому это задает дополнительные требования на интерпретацию, на понимание того, о чем именно мы получаем знания. Поэтому то, о чем я буду говорить, это не только про опросы, это про то, что связано и с наблюдениями, и с тем, что мы делали в проекте «Голос улицы». Это тоже не массовый опрос, во всяком случае, не претендующий на репрезентативность. Это то, что связано с анализом контента, в том числе локальных чатов, Telegram. То есть один из способов изучения части протестных настроений, которые мы нашли в этом году, это такой анализ массовой коммуникации вот на этих площадках, новых площадках развитых. И мне кажется, что вообще любые какие-то выводы и констатации сегодня, они должны основываться на каких-то комплексных вещах. Как правило, по одной цифре или по одному даже очень хорошо и качественно и честно проведенному опросу мало что можем сказать. В общем и целом, я бы сказала, что вот то, что мы сегодня, ну то, что мне более всего интересно сегодня обсуждать про изменения белорусского общества и то, что нам показал 2020 год, это часть этих открытий, она касается даже не самого 2020 года, а того, что мы в 2020 году узнали про развитие белорусского общества до 2020 года. И это то, что связано с тем, как мы определяем характер белорусской революции и как мы понимаем, что за процессы ее вызвали. Во-первых, мы не должны, не можем считать этот процесс, начиная с 9 августа, то есть это как минимум весна и как минимум начало политической кампании, политической мобилизации. Характер, который как бы о многом нам говорит. Я уже много раз об этом говорила, и это подтверждают и наши исследования, и наблюдения о том, что, ну вот такими основными краткосрочными факторами, такими триггерами вот начала белорусской революции, если мы считаем ее с весны этого года, с лета, с начала президентской кампании. Это вопросы о углублении интеграции 2014 года и тот процесс социальный, который развернулся по этому поводу в Беларуси. Ну и, конечно, провальная, я бы сказала, информационная политика белорусского режима в ситуации коронакризиса. Но если мы посмотрим и попробуем дать тому, что происходит в белорусском обществе, более хокое определение, и посмотрим на долгосрочную перспективу, то я бы говорила, что вот этот процесс, который мы наблюдаем, или, по крайней мере, первый этап белорусской революции, который мы наблюдали летом, осенью, зимой этого года, это революция развития. И это как раз одно из открытий своеобразных, которое вот меня даже, ну, как бы, в некотором смысле поразило, когда мы делали опросы на улицах в сентябре, в августе-сентябре во время протестных акций, когда основным фактором того, чего хотелось бы изменить, и то, что привело к изменениям и к выходу людей на улицу, кроме понятных триггеров, то есть понятные триггеры с политической кампанией, с насилием на улицах, это все понятно, но основным важным фактором выступала невозможность развития. Для многих людей белорусская государственная система стала сдерживающей их собственное развитие, развитие этих планов, проектов, перспектив, которые они для себя видели. И это характерная установка, которая была не только, ну, там, скажем, для айтишников, да, или креативного класса, чего можно было бы ожидать, но о таких вещах нам говорили, не знаю, там, воспитатели детских садиков, учителя школ или рабочие каких-нибудь государственных предприятий, которые даже в своей сфере наталкивались на эти границы. Мне кажется, что нам важно помнить про то, как это все начиналось, и про то, как бы, что лежит за этим процессом, и в том числе, ну, в некотором смысле определяет и тот характер, который эта белорусская революция приобрела вот на этом своем первом. Это ее течность, те способы политической мобилизации, которые мы наблюдали, но которые, скорее, не для анализа социологического, а политтехнологического, политического, но, тем не менее, это вот одна из этих главных характеристов. То, что мы можем говорить о тех, ну, непосредственных проявлениях вот в этот период 2000 года, я буквально пару тоже тезисов обозначу, тем более, что вот Андрей Петрович уже много важного обозначил. Знаю, что, как бы мы к этому не относились, и расклад в обществе, это всегда интересно, все пытаются это понять, все пытаются понять, за кем большинство, хотя по ситуации таких изменений, как у нас сейчас происходит, большинство не имеет решающего значения. Большинство — это, скорее, инерция, а не, ну, не знаю, локомотив паровоз изменений. Тем не менее, все хотят знать, на чьей стороне большинство, и, опять же, как бы ни один отдельный опрос, как бы хорошим ни был, нам этого не дает, но вот собирая, анализируя на протяжении сентября, октября, ноября данные разных исследований, часть из них открыта, часть из них не открыта и не публично, и смотря, как бы, на те исследования, которые вот сейчас последний выпуск Читамхаус, например, сделал, можно говорить примерно следующее, что мы имеем такую разбивку белорусского общества на три части, они, наверное, не совсем равны, но как это, паритетны, да, то есть мы имеем паритет сил. Мы можем достаточно грубо оценить поддержку режима сегодня в 20-30%, достаточно грубо, но я думаю, что это примерно тот интервал. Мы можем оценить последовательных сторонников перемен, всех, кто готовы в том числе более или менее активно включаться в какие-то формы активности, это порядка 30-40%, ну и, соответственно, между ними мы имеем прослойку выжидающих, наблюдающих, зрителей, комментаторов, называйте, как хотите. Что мне кажется важным, я думаю, что мы будем иметь возможность вернуться к ограничениям интернет-опросов во второй части, но они там чуть-чуть подальше, но тем не менее, что мне кажется важным, это динамикам. Вот опросы Читамхаус очень хороши, что они, как бы, имеют мониторинговый складник, составляющую, и позволяют оценивать динамику каких-то вещей. И вот, что хорошо, ну, в смысле, что важно, что значимо, как мне кажется, понимать, это то, что с конца сентября, когда был проведен первый опрос по этой методике, до января этот расклад сил меняется очень мало. То есть те настроения, те установки, которые развернулись, привели к этому противостоянию в августе и сентябре, они меняются очень мало. Это означает следующее, что, несмотря на то, что мы сейчас имеем много всякой грусти по поводу того, что протест сдувается, уличные протесты задавлены, уровень репрессий растет и так далее, тем не менее, сама база, сами люди, их установки, вот Андрей Петрович говорил о настроенности на длительный протест, который мы тоже фиксировали в самом начале, они остаются. То, что меняются формы манифестации, не означает, что люди принимают эту ситуацию как должную и отказались от, условно говоря, установки на изменения. Мне кажется, важно зафиксировать этот факт. Еще один вопрос, который всегда всех тоже интересует и все равно является дискуссионным, хотя вот это один из наиболее, по-моему, очевидных на сегодняшнего дня характеристик белорусского протеста и белорусской революции, это полное отсутствие, практически полное отсутствие, по крайней мере, в массовом таком выражении, геополитики как фактора и как содержания требований и установок на стороне смены режима и тех, кто сегодня борется за изменения в стране. Люди очень разных ориентаций, с очень разными интересами и слонностями, но фактор геополитического выбора не играет по-прежнему никакой особой роли во всем этом процессе. С этим надо долго разбираться, к чему это привело, потому что тоже как бы не сегодняшнего дня, я скоро уже начну, но тем не менее, как бы вот достаточно медленное изменение установок, даже на фоне того, что, например, политика Кремля, очевидно, вызывает ухудшение отношения к себе со стороны части белорусов, но даже эти изменения идут очень медленно. В этом смысле геополитический контекст, он как бы был незначимым, достаточно незначимым, так и остается для вот этой активной части, которая сегодня хочет развития в противовесостагнации. Ну и последнее, скорее в шутку, если можно буквально одну минуту, благодаря социологическим опросам в том числе мы сегодня можем оценить уровень уверенности белорусского режима в самом себе. Если мы посмотрим на последнюю спецоперацию в информационном поле под названием «Масштабный социологический опрос», которая была проведена к всенародному собранию, и увидим, что даже в результате этой спецоперации никто не решился нарисовать рейтинг действующей власти более 66%, что является рекордно низкой амбицией, скажем так, произнесенность таких трибун, то, в общем, мы тоже можем понимать о том, что осознание и понимание своей устойчивости и своего реального рейтинга там тоже есть и достаточно невысокое. У меня на самом деле много чего еще интересного есть сказать, но я думаю, что мы в дискуссии поговорим, если будет на это время и желание. Спасибо. Спасибо, тем более, что уже записываю, уже вижу, что да, во второй вопрос, во третий вопрос уже есть ваш тезис, и это отлично. Давайте тогда будем двигаться дальше. Геннадий Коршунов как, с одной стороны, да, просто как практикующий социолог, но и с другой стороны, наверное, помним, что именно Геннадий как раз тот человек, который весной обнародовал рейтинги в 24% поддержки в Минске, которые тоже всем нам запомнились. Поэтому, наверное, тот же вопрос. Помимо вот этих 24%, которые мы, ну, правильно говоря, во многом благодаря вам знаем, я думаю, и без личного фактора просто бы вредь эта информация стала публичной. Какие еще, помимо этого, важные информации, которые мы узнали именно благодаря социологии в этом году? Добрый день. Спасибо за слово. Ну да, так оно бывает. Вот один раз что-то сделаешь, и влезешь, и вступишь, и впишешь в свою историю, да? И так оно с тех пор все и пошло, да? Ну да, действительно, прошедший год очень многое дал для понимания и социологии, но не только социологии, я, с вашего позволения, хотел бы не столько о цифрах сегодня поговорить и сконцентрировать внимание, сколько на, действительно, том, что есть социология и шире социогуманитарное знание, да? Потому что я абсолютно солидарен с Оксаной относительно того, что это, ну не то, что большая ошибка, это достаточно долгое время в стране социология сводилась просто к цифрам, да? Даже не будет большим преувеличением сказать, что к островству. Просто вот вам вопросы, дайте нам на них ответы. Это, безусловно, очень негативно сказывается и на имидже социологии, и на ее юристических способностях и так далее. Но я хочу сказать, что, на самом деле, во многом это проблема не только социологии, а это проблема всей белорусской современной гуманитаристики. Насколько далеко мы выходим в написание текста за вот полиси Пейпа? Что можно вынести вот на флаг белорусской гуманитаристики, за исключением, ну, наверное, 5-7 позиций каких-то таких весомых? Вот, на вскидку вспоминается кривольство Бушенко, да? Вспоминается превентивный авторитаризм, например, Силицкого. Ну, можно, напрягшись, наверное, еще 2-3 позиции каких-то вытянуть. Но все. Понятно, что сейчас очень сложно вот в рамках той турбулентности, где мы находимся, выходить на какие-то не то что концептуальные построения, даже на обобщение достаточно сложно. Но тем не менее, мне представляется, что мы не только должны мониторить ситуацию. Тебя опять же, вот, Оксана, под многими твоими словами подписываешь, потому что мне поломало всю мою концепцию тезисов, которые я хотел сегодня озвучить. Но тем не менее, да, действительно, мониторингового взгляда очень не хватает, потому что, и за это, кстати, отдельное спасибо Чатам Хаусу, да? Потому что этот год нам показал ту скорость социальной динамики, да, на которую выходит современное общество. Когда прогнозировать что-то крайне сложно, потому что темпы, ну, просто невообразимые. Действительно, в этой связи смотреть нужно не на конкретные цифры. Это, что называется, тот случай, когда цифры обманывают. Нужно смотреть на тенденции, нужно смотреть на тренды. Именно в этой связи, все, наверное, осмотрели, но я бы для меня наибольшую значимость в этом году, точнее уже в прошлом, оказали данные World Value Survey, да, международного взора ценностей. Вот это свидетельство того, какие судьбоносные преобразования произошли в аксиологической сфере. Очень сложно, действительно, задаться вопросом, когда начались те процессы, которые в этом году вылились в эту белорусскую революцию, в белорусские протесты. Естественно, что это не 9 августа, да, и, конечно, это началось раньше, чем предвыборная кампания. Собственно, если бы не те процессы, которые шли, то, наверное, мы не увидели бы тех людей, в числе кандидатов в президенты, которые себя выставили. Конечно, это и конец 19-го года, но я думаю, это все намного раньше. И основной акцент, действительно, это еще нужно разрабатывать и изучать. Это те ценностные мировоззренческие трансформации, которые произошли в белорусском обществе в течение последних, вот с разных сторон как-то складывается все, я бы говорил, в течение последних 5-7 лет. Это экономические вещи, это с точки зрения культурных трансформаций. Сейчас смотрю немножко по миграционным, исследованиями мигрантов. Вот этот период в 5-7 лет, он в каком-то смысле критический. Огромные изменения произошли, вот стартанули где-то там. Это нужно копаться, еще смотреть, изучать. Далее, относительно роли социологии и гуманитаристики шире. Я бы хотел здесь еще сфокусироваться на том, что мы недооцениваем конструктивную, преобразующую, конституирующую силу гуманитаристики. Да, мы сейчас в процессе. Да, очень сложно делать анализ. Но задача науки, вспоминается Конт, знать, чтобы предвидеть, предвидеть, чтобы управлять. Если мы не будем конструировать будущее сейчас, его будут конструировать вместо нас. И социологический подход, социологическое видение, если угодно, социологическое воображение в том числе – это необходимая составляющая эффективности, юристичности интеллектуалов, если угодно. И в этой связи вот еще одна огромная проблема, с которой постоянно сталкиваешься – это уровень социологических компетенций белорусского общества. Да, огромные сложности с образованием социологическим, его и ужали до невозможности и так далее, и так далее. Но тут, наверное, нужно говорить не о проблеме, а о задаче. Вот эти вот социологические компетенции, социологическое знание, нам нужно, наверное, как-то популяризировать, внедрять. И это действительно не только, и, наверное, не столько цифры. Ну, и дальше тут уже, наверное, я буду передавать слово, потому что еще один момент, вот исходя из того, что я сейчас говорил о социологии, о компетенциях, это необходимость переосмысления и того концептуального багажа, с которым мы пришли к 2020 году, и того инструментального перечня, который сейчас у нас есть. Ну, это, наверное, уже на следующих вопросах. Спасибо. Дмитрий Канадзеевич, спасибо. Да, вот проблемы с социологическими компетенциями. Действительно, да, может быть, мы про это так не думаем, просто про уровень образования. Мне вспоминается история еще с времен, когда я преподавал в университете, когда со своими студентами я в этот момент их компетенциальных проблем попробовал апеллировать к тому, что им рассказывали на курсе логики, там, про включенные множество и все остальное, но обнаружилось, что у них не было курса логики. И я понял, что я, конечно, неудивительно в таком случае, что этих компетенций как бы нет, и надо это объяснять с нуля. Поэтому, да, это тоже интересный фактор, который, может быть, многое объясняет в проблемах восприятия. Тогда, наверное, как говорится, last but not least, Войсер Кананчук, я хотел бы поговорить в том числе и про, безусловно, помимо самого вопроса о том, что мы, мне кажется, на ваш взгляд узнали принципиально важное именно благодаря социологии, поговорить в том числе про вот этот феномен интереса к Беларуси. Ну, потому что, если Андрей Вардамадский, понятно, и так постоянно на протяжении многих лет занимается социологией именно в белорусском поле, то для центра восточных исследований это принимает уже все-таки далеко, мягко говоря, нерегулярный продукт. И, в том числе, поговорить с таким вот внешним взглядом на то, как социология познает белорусское общество. Спасибо большое. Спасибо большое тоже за приглашение. Вы знаете, я бы, наверное, начал с этого, что с точки зрения социологии Беларусь является, может быть, наименее исследованной страной в Европе. Надо об этом знать, надо об этом помнить, что в виду разных политических ограничений, независимая социология в Беларуси не является желательной. То есть даже про путинскую Россию мы знаем больше, чем про сегодняшнюю Беларусь. И вот для меня, как для исследователя стран восточной Европы, не только Беларуси, это удивительно, когда я сравниваю социологические исследования, которые имеем про Украину, про Россию и про Беларусь. Вот то, что вы спросили, откуда взялся интерес Беларуси, ну, это понятно, да, это важная страна в этой части Европы, сосед Польши, вот центр восточных исследований существует уже 30, больше 30 лет, и мы с самого начала занимаемся в том числе Беларусь. И вот то, что мы в прошлом году решили заказать социологические исследования, мне кажется, это закономерное, потому что мы сами для себя кое-что хотели узнать, да, то есть мы, это не значит, что беларуськая социология не существует, да, она есть, и я думаю, что прошедший год это подтвердил, что беларуськая социология существует, но здесь, конечно, вопрос в размерах этой социологии. Мы решили заказать этот вопрос, потому что мы, как я уже сказал, кое-что хотели для себя, но не только для себя, так как мы это сделали публичным, узнать про беларуськое общество. Конечно, мы, думаю, все понимаем, что социология не является каким-то золотым инструментом, который может принести нам ответы на все вопросы. Конечно, нет. Социология – это один из инструментов исследования общества, да, один из многих, но она важна. А вот в моей стране, да, я получаю, как гражданин этой страны, как избиратель, какие-то социологические исследования на очень разные вопросы несколько раз в неделю, да, у нас куча разных исследовательских институтов, которым, конечно, как ко всему, надо относиться тоже критически, но все-таки благодаря социологии мы можем больше понимать. Но опять, это не значит, что благодаря социологии мы можем предвидеть будущее. То есть социология просто помогает понимать нам общество лучше. Вот я бы хотел, наверное, немножко сосредоточиться на, на мой взгляд, главных выводах с этого опроса, который мы заказывали, но для этого я бы хотел все-таки обратить ваше внимание на очень интересный опрос, который мне кажется, то, что прошел почти незамечен, это был опрос, который сделал Global Voices в Беларуси. Они это заказали в январе, но почему-то опубликовали только в сентябре, то есть же после известных событий. Вот там просто несколько вопросов, но два, мне кажется, ключевыми. Они задали вопрос беларусам, какая политическая система, с вашей точки зрения, является наилучшим. И вот что получается, что половина беларусов, которые молодше 45 лет, отвечает западная демократия. Те, которые старше 45 лет, отвечают советская система. Никто, почти никто не отвечает, лукашенковская система, либо путиновская система. Вот мне кажется, что это уже показало, что в беларусском обществе происходят очень интересные изменения. И вот другой вопрос, который Global Voices задал, это доступно на их сайте, можно посмотреть, это какой, где вы получаете информацию, да, вот ресурсы получения информации для беларусского общества. И опять беларусы, которые молодше 45 лет, они получают информацию не по телевизиону, да, а по интернету и по социальным сетям. Это показательно. А знаете, вот я думаю, что мы все обратили внимание, как беларусский режим готовился до выборов, что не было на самом деле никакой избирательной кампании, но то, что Лукашенко ездил по воинским частям, я думаю, это было знаковым событием. То есть у власти, конечно, есть своя социология, и они тоже понимали, что в беларусском обществе происходят очень интересные, очень интересные изменения. Я бы тоже сказал, что эти изменения, они природные, да, в виду демографической тенденции. Если мы, как точка выхода, возьмем выборы десятого года, да, то есть десятого года до двадцатого года, а право голоса получило больше миллиона беларусов, где-то миллион сто, миллион двести тысяч беларусов получило право голоса, и похоже количество людей, да, сошло со сцены. На право голоса получили беларусы, у которых система ценностей другая, чем у поколения их родителей. Это тоже показательно, что, ну это, конечно, тоже влияет на систему ценностей беларусского общества. И сейчас вот главный, непосредственно отвечая на вопрос, для меня главный вывод с беларусской социологии за двадцатый год, это то, что беларусское общество меняется, и оно меняется очень быстро. И это не началось с девятого августа, а именно после девятого августа это проявилось. То есть мы это, ну, конечно, может быть, это было не для всех сюрпризом, но то, что мы узнали про беларусы после девятого августа, девятого августа не началось. Это процессы намного длиннее и намного глубже, чем может быть кому-то показалось. Вот я бы хотел закончить трьема, на мой взгляд, главными выводами за того опроса, который тех восточных исследований заказывал, мне кажется, что там есть вот именно три главные пункта, которые очень интересны и много интересного говорят про беларусское общество. Первое, это то, что медленно, но последовательно происходит изменение восприятия России. Я здесь соглашусь с госпожей Шелест, что беларуский протест, беларуская революция, как хотите, она не геополитическая. То есть геополитика вообще здесь даже не второстепенная, да, она не играет, не играет роли. Но все-таки то, что мы в нашем опросе увидели, что хоть для беларусов Россия является дужественной, близкой по разным причинам страной, да, но все-таки где-то 42% беларусов считает Россию главной угрозой для территориальной телосности страны, да. Это интересно. Вот в случае Польши, да, или там Литвы, это на уровне 20%. Беларусов считает, что Польша, Литва и Запад – это угроза для территориальной телосности. И это несмотря на то, как действует беларуская пропаганда, да, которая с самого начала называет вот именно этой страны, ну, теория заговора, да, что именно этой страны пытаются развязать революцию в Беларуси. И второе, что интересно, это то, что меняются миграционные потоки. Традиционно Россия еще за времен, да, внутренняя миграция, за времен Советского Союза, конечно, была главным местом, где беларусы ездили, да, на учебу, на заработки и так далее. То, что мы из этого вопроса узнали, что для 40, больше 40% беларусов, это Польша является главной страной, где они хотели бы выехать, ну, мигрировать, да. На втором месте Западная Европа, что тоже интересно. И только потом идет Россия, да, для 30% Беларусь, Россия именно является самым желательным местом, где они хотели бы выехать. Почему это важно? Потому что мы знаем, что миграция – это не только экономический вопрос, да, это тоже вопрос, который имеет важную политическую подоплеку. И последнее, ну, тоже очень интересное, это вопрос, который мы задали про историческое наследие, в котором, по мнению беларусов, вот до наследия, исторического наследия, до которого Беларусь должна апеллировать, это не, как могло показаться, это не Советский Союз, да, а Великое Княжество Литовское является главной, главным таким точкой, пунктом, когда беларусы думают про историческое наследие, да. И при этом это для 40% беларусов, именно Великое Княжество Литовское является самым важным историческим наследием, беларусским историческим наследием, а для 28-ми это Советский Союз. И это показывает, что вот, можно сказать, что это закономерно, потому что в беларусских учебниках, да, Великое Княжество Литовское, оно появилось уже довольно давно, да, с начала этого века, как просто в официальных учебниках. То, что беларусы видят на улицах, да, по городам Беларуси, замки времен Великого Княжества Литовского, Речи Посполитой, да, мир, Несвеж и много-много других, это они, конечно, тоже из этого какие-то выводы для себя делают. Я бы, наверное, мог еще долго говорить про, не только про этот вопрос, но так как время течет, давайте я остановлюсь пока здесь. Спасибо. Да, вот, спасибо. Когда начинаем обращаться в разных, по разным вопросам вспоминаем, да, вот про такое влияние, изменение, в том числе восприятие исторического наследия. У меня вообще каждый раз, каждый раз такое внутреннее напоминание, что надо собраться, написать текст суммирующий, суммирующий все, что произошло до мягкой маларусизации, как это повлияло на то, что происходит, происходит теперь. Ну, пока мы этим не снялись, давайте вернемся к нашим вопросам и давайте, наверное, обсудим именно вот эти новые форматы исследований, потому что действительно, как уже сейчас, все равно справедливо я отмечал и в войсках сейчас, в Беларуси, конечно, долгое время, индивидуальная социология была, в общем, и остается в далеко неблагоприятных условиях, и, по сути, понятная власть вот этими лицензиями пыталась фактически все ограничивать. Ну, мы видим, как вот Валерия Костякова, которая временно отошла, но написала об этом мне в чат, напомнить о том, что, по сути, получается, в нынешних условиях эти государственные лицензии не оказались решенными смысла, потому что вот когда захотели и Центр Восточных исследований, и что там хаос исследовать в Беларуси, они это прекрасно исследовали, и никакие вопросы лицензии, в общем-то, уже не волновали. И, получается, власть в этом как бы ушла и назад, и это, конечно, может как бы радовать, как любая возможность дополнительного некого пространства свободы и нерегулируемой деятельности. Но в то же время, конечно, возникает вопрос, насколько, с одной стороны, вот эти новые форматы позволяют нам оперировать свободнее и узнавать подростковое общество лучше, но, с другой стороны, все время всплывают проблемы вот этого, и, ну, то, что чаще всего говорят вопросы, только, понятно, те, кто из доступа к интернету, и почти только городское население. И вот еще недавно тоже коллеги обращали внимание как раз в опросе, о котором говорил Войцех, сейчас не назову точный процент, но, насколько я помню, там было какое-то аномально высокое число людей, владеющих английским языком, тоже значительно больше, чем обычно процент, чуть ли не несколько раз. Так вот, вопрос в том, насколько эти новые форматы нам позволяют на офисе взглянуть шире, а насколько мы рискуем оказаться в неком информационном пузыре и, в общем, изучать тех, кого удобнее изучать, искать под фонарем. И здесь, наверное, тоже хотел бы начать с Андрея Вардомацкого, немножко все-таки про методологию, потому что это может быть то, что людям, в широком обществе, всегда интереснее выхватить самые горячие цифры, конечно, но все-таки, чтобы мы эти цифры более в основном понимали, может быть, давайте немножко поговорим про методологию и то, насколько вот эти трансформации со временем методологии, насколько они больше хорошего, больше плохого и какие тут риски. Так, у меня работает микрофон? Да, все работает. Ну, как бы тут поступает большое количество исследований с разных полюсов, да, можно таких три направления назвать. Например, вот исследование, которое условно можно назвать всебелорусский социологический опрос с одной стороны, с другой стороны онлайн-исследование Chatham House, и идет еще большой поток опросов из-за рубежа, которые, так сказать, делаются и для которых не нужно никаких лицензий. И в этом смысле я начну, так сказать, с позитивного. Социология – это как интернет. В общем, ее остановить нельзя, и в современном мире опросы можно делать, находясь в Антарктиде, в красной палатке. Помните, такой фильм был, такой культовый, совершенно потрясающий фильм. Просто у тебя должны быть хорошие средства связи. В этом смысле это положительный процесс, что остановить социологию невозможно. Значит, по порядку. Три направления. Первое – всебелорусский социологический опрос. Очень много говорилось. эмоционально. Я не хочу никаких тут в этой связи эмоций высказывать. Чисто по поводу одного высказывания из отчета. Вот если вы помните, проходил отчет, в котором было сказано, что в рейтингом вопросе было 3-4 таких слабых упоминания ньюсмейкера. Что это означает на самом деле? То, что я говорил до этого, это я цитирую. 3-4 упоминания. Что это означает? Это означает, что ньюсмейкер, а имеется в виду, вероятно, лидер, кто-то из лидеров, так сказать, основных оппозиционных, это означает, что его рейтинг равен 3-м, либо 4-м сотым. Значит, даже если предположить, что рейтинг лидера, условно говоря, оппозиционного, равен 1%, то на тысячной выборке это уже 10 человек, а на десятитысячной это столь человек. Должны как-то, так сказать, об этом заявить. Центр избиркома объявил рейтинг Тихановской 10,22. Значит, на десятитысячной это так и должно быть 1022 человека. В отчете говорилось, в отчете говорилось, я цитирую, 3-4 упоминания. Значит, ну вот как это проинтерпретировать, да, или это особенности электоральной математики Белорусского центра избиркома, или это особенности построения выборки уважаемой организации исполнителя опроса, или это особенности прочтения распечатки математической, да, уважаемым авторам отчета. Много об этом, много, значит, говорилось. У меня, кстати говоря, был такой личный эпизод много лет назад с Кока-Колой. Они сказали, сделайте десятитысячный опрос. Я говорю, зачем? И был получен честный ответ. Андрей Петрович, конец года есть бюджет. Надо освоить, иначе в будущем году Атланта не выделит, значит, нам на нашу штаб-квартиру здесь, значит, бюджет. Ну, вот как бы был такой честный ответ. Ну, еще там было такое ноу-хау относительно сочетания выборки в общем десятитысячном массиве, выборки по населению в целом, и выборки по предприятиям. Вот как это сделать, я не знаю. Это какое-то такое вот ноу-хау. Вот. Ну, в общем, ноу-хау переводится обычно знаю как, но если на слух это воспринимать, то ноу-хау это означает никак вообще не соединить. И так далее. Почему-то, да, и еще такой важный момент. Ну, вот опросная организация, да, которая существует, вообще, она знает каждый социологический пук, прошу прощения, который происходит в поле. Значит, потому что все интервьюеры между собой связаны. Вот не было информации о том, что, так сказать, с полей, что что-то происходило. И так далее. Значит, не буду развивать эту тему. чатам-хаус, другое направление. Вот коллеги из UK звонят, там есть несколько человек, которые курсируют между Гарвардом и UK, говорят, а что у вас вообще, значит, вот по образованию, какой процент? Я говорю, вот такой, по сенсусу, значит, так далее. Ну, и говорят, там в статистике в два раза больше людей респондентам с высшим образованием. Перекосы по возрасту и так далее, и так далее. Не буду перечислять вот эти вот особенности сэмплинг-дизайна. Речь идет о другом. Речь идет о, так сказать, фундаментальной стратегической вещи, которая заключается в том, что с настоящим уровнем проникновения интернета построить выборку невозможно в принципе. Можно построить онлайновую выборку, которая точно соответствует формально, формальным пропорциям соцдема, да, точно такое количество мужчин, женщин с верхним образованием и так далее, и так далее, там уровнем дохода и так далее. Выборка для, так сказать, внешней отчетности будет с формальной точки зрения чисто социально-демографическая корректная. Но в выборке всегда есть другой пласт социально-психологический, который заключается в том, что там также должно быть представлено, если она действительно рандомная, строго рандомизированная. Такое же количество экстравертов, интровертов, людей по уровню своей активности, людей, которые, так сказать, желают, чтобы люди выслушали их мнение и так далее. И вот эта, так сказать, подспудная глубинная часть выборки невозможна в принципе. И мы тогда, так сказать, имеем сдвиг, который имеем. Ну и аргументация, которая приводится, заключается в том, что дело не в том, что городское население, только городское, а дело в том, что невозможно построить выборку по тем параметрам даже внутри городского населения. А логика заключающаяся в том, что сельское население по параметрам общественного мнения похоже на жителей малых городов. Эту логику можно продолжить. Малые города похожи на средние, средние похожи на большие областные, областные похожи на Минск. Давайте измерять Минск. Вот эта логика, доведенная до своего последовательного завершения. Значит, очень много можно различных аргументов приводить. скажу одно, Гэллоп не делает в принципе, хотя это организация частная, которая каждую копейку считает, в принципе не делает онлайных вопросов, которые имеют целью принятия каких-то решений, будь то финансовое, будь то экономическое и так далее, хотя это можно быстро делать, не знаю, каждый день. Поэтому ситуация на самом деле драматическая сейчас в социологии. Мы видим, как прямо сейчас у нас на глазах происходит формирование коконов и разрушение имиджа социологии в целом. Такие вещи были у нас в Белоруссии, когда известное телевидение официально предъявляло данные различных социологических служб. Да, вот, пожалуйста, смотрите, вот у нас демократия на телевидении, вот смотрите данные социологических служб. Они, эти данные различались в значительной степени. Тут кто-то спрашивал, приведите примеры по селу Юра Дрогохруст, по селу и городу. Ну, например, относительно ультиматума Тихановской разница следующая. Факт знания о существовании такого ультиматума в то время 33% городских жителей зафиксировали, а село 25%. Ну, вот, такая разница. Переложите это на рейтинговые позиции и так далее. И мы ведь понимаем, что вес бюллетеня, который опускает в урну бабушка, которая крестится при слове интернет, вот, этот вес этого бюллетеня абсолютно такой же, как у эксперта с тремя образованиями гавагарвардскими, оксфордскими и так далее, и у которого дом заставлен интернет-компьютер. Это просто, так сказать, такой небольшой пример. Ситуация драматическая, происходит, мы на грани потери вообще доверия к социологии как к виду деятельности. Это большая трагическая опасность, которая сейчас возникает прямо у нас на глазах, и вот с этим надо что-то делать. Спасибо. Да, спасибо, Андрей. После такого, скажем, серьезного выступления, да еще и с таким драматическим финалом, я уверен, что у всех остальных спикеров тоже есть, что на этот счет добавить. Но, наверное, прежде чем я уверен, и, наверное, в Ветску явно есть что сказать, и уверен, что у нас в гостях подключены люди из Сатюа, я думаю, им тоже было бы что на это все ответить. Но давайте, наверное, пока все... Слушай, когда хотелось бы быть неправым. Ну, поговорим, да. Год у всех будет, давайте тогда по порядку послушаем Моксану Шелест, который с разными данными этой опросы, которые в онлайне проводились, и Голос улиц, который, наверное, в этом смысле максимально наоборот, максимально не в онлайне, а наоборот, самая к людям. Этому, Оксана, что вы думаете? Ну, вот, кроме всего прочего, что вы перечислили, в прошлое, а вернее, даже уже позапрошлой жизни, я очень много работала, собственно, с опросными сетями, классическими, в институте. Ну, это как бы... Да, это понятно. Вот я практически согласна почти со всем, что говорит Андрей Петрович с критикой исследований и некоторыми констатациями, но совершенно не согласна с таким образом таким уж прямо драматизмом, который это все вызывает. Объясню, почему. Давайте, как бы, поймем просто одну такую простую вещь. Действительно, репрезентативные массовые опросы, которые нам дают информацию о распределении, о средней температуре по больнице, да, то есть о распределении состояния общественного мнения в стране, ошибки выборки с доверительными интервалами и так далее, и так далее, на сегодняшний день невозможно. Это грустно, это печально, но надо просто признать это как факт. И дело даже не в том, имеем ли мы аккредитацию при комиссии по опросу общественного мнения или пользуемся ли мы интернет-опросами или телефонными опросами, но в том числе потому, что все-таки такого рода исследования это демократическая игрушка, извините, да, это способ изучения общественного мнения, который работает, особенно, когда мы говорим о политических воззрениях, о вот таких вещах, который работает в ситуации, когда люди готовы открыто, несмотря на все наши рассказы про анонимность, высказывать и предъявлять свою точку зрения. Все люди, не только активно настроенные на какую-нибудь традицию, а все люди. Понятное дело, что это условие никогда не выполняется, ну, как бы, в идеале стопроцентно ни в одном обществе, ни в одной стране, но в сегодняшней ситуации, ну, которую глупо, да, рассказывает, что происходит в Беларуси, в общем, рассчитывать на эту открытость можно все меньше и меньше. Более того, поскольку мы действительно мало имеем доступа сейчас к, ну, вот, к полю физическому, то есть к вопросам face-to-face, которые позволяют в комнате реализовать выборочный метод, то стополировать наши данные на население страны, как бы, на все белорусское общество очень сложно. С интернета вопросами Андрей Петрович абсолютно прав. Дело, как бы, не в том, не в уровне проникновения интернета, и не в том, с городским или сельским населением мы имеем дело. Дело в самом принципе выборочного метода, который в идеале, в концепции в принципе означает, что каждая единица вашей генеральной совокупности, то есть каждый человек, каждый житель этой страны, там, от 16 до 18 лет и до 64, как вы это определите, имеет равный шанс стать участником вашего вопроса, стать респондентом. Ни один способ, насколько я знаю, возможно, вот Филипп что-нибудь пропанирует, когда мы дадим ему слово, насколько я понимаю все способы построения поля, построения выборки в интернетах, просах, ничего такого нет. И дело, как бы, не в том, имеем ли мы доступ только к городу или только к определенным группам, просто там вот сам эта принципиальная случайность, она не соблюдается. А это значит, что летит вся математика, то есть вся сложная социологическая математика, которая основана как раз на теории вероятности и на вот этих всех допущениях, она летит. И мы не имеем возможности вот так вот смело, как делают это социологи, опросить тысячу человек, правильно попросить, а потом сказать, что 9 миллионов белорусского населения поддерживаются примерно такие же по той же точке времени. Надо просто понимать, что это ограничение практически объективное, оно существует, мы ничего не можем с ним сделать. Телефонный опрос на сегодняшний день, ну я уже просто пошла, по методам так пошла, это, по-моему, самый худший вариант, самый худший метод для исключения каких-то, не знаю, номинов отношений, особенно связанных с социально-политическими изменениями, с политическими вопросами. Потому что, если опрос face to face, это человек и человек, то есть это симметрия неанонимного контакта, несмотря на гарантии анонимности, интернет-опрос, это все-таки симметрия анонимности, то есть мы как бы не видим друг друга, и это дает нам некоторую иллюзию, того, что нас никто, за нами никто не наблюдает. Телефонный опрос на сегодняшний день в Беларуси, это просто такое смещение в сторону недоверия к тому, кто тебе звонит, что мне кажется, что ближайшее время, по крайней мере, до перелома какой-то ситуации, по крайней мере, прямые, какие-то достаточно прямые вещи, связанные с политикой, а в Беларуси все очень быстро понимают, что очень много вопросов попадает в политическую сферу, то есть если вы начнете спрашивать об отношении к экономическим изменениям или о росте цены или еще чем-нибудь, будет понятно, что это вопрос тоже политического характера, они, в общем, не имеют особенно шансов, люди просто будут отказываться с вами говорить или врать, и вы никогда не узнаете, кто из них врет, а кто говорит право. Поэтому эти методические ограничения, они, конечно, есть, и их просто как бы нужно понять, признать, что они, во всяком случае, на этом периоде заработают. Но не нужно делать из этого слишком большую трагедию, и драматизировать ситуацию, потому что, как мне кажется, важно просто понимать, а какие возможности у нас есть. Те же интернет-опросы при всех несостоятельности, как мне кажется, претензии на репрезентативность дают нам возможность делать вот такого рода мониторинговые замеры, я уже говорила в начале, о том, что мы понимаем, что они имеют систематическую ошибку выбора. То есть это выборка систематически сдвинутая, и мы не можем оценить толком, как именно она сдвинутая. Но зато мы можем смотреть тенденции, потому что этот систематический двиг, он как бы все время, он в каждом опросе проявляется одинаково. Мы имеем сдвинутые цифры, мы не можем до конца доверять процентовке, то есть 30 процентов, это или 40 процентов, и плюс-минус сколько, но зато мы можем оценивать тренды. Мы можем смотреть, как бы растут какие-то настроения, меняются какие-то установки или не меняются. И вот этим трендам мы можем доверять гораздо больше, чем, собственно, ну, самообъективно показать. И это очень ценно, важная вещь. Кроме того, есть внутренние связи, ну, не знаю, вопрос на что. То есть если мы не просто хотим показать картинку того, как распределены какие-то мнения по стороне, а посмотреть на связь установок, на связь, там, не знаю, каких-то факторов, которые еще разные, мы как бы имеем возможность сделать это на этих базах, на этих данных, имея, ну, как бы достаточно хорошо, качественно сделанные базы. Поэтому мне не кажется, что мы совсем потеряли доступ к информации. Вопрос только в том, чтобы ее правильно интерпретировать и в том числе правильно подавать. То есть не пытаться выдать опрос, который имеет ограниченную, полноценную вещь, которую, привязывая к ней основания про то, что в деревне думают так же, как в малом городе и так далее, и так далее. Потому что это дискредитирует, собственно, наши же данные и вызывает вот это недоверие, которого и так, слава богу, хватает в русском обществе к социологии. Но это первое, и это то, что связано как раз с этой необходимостью изучения общественного мнения, как мнение по стране в целом. Но ведь есть как бы ряд задач, ряд методов, ряд способов, и, по-моему, сейчас это, наоборот, как бы наиболее важные вопросы, которые не обязательно должны изучаться, как мнение по стране и иметь как бы такого рода репрезентативность и отвечать вот этим всем характеристикам. То, что связано с социальными изменениями, изменениями в гражданской системе, в национальном сознании, в том, как происходит сейчас структурация вот этого новой волны как бы гражданского общества. Такие ценности установки есть на разных сторонах. Для этого необязательно иметь данные репрезентативных способов. Есть куча методов, есть куча способов, которые позволяют нам исследовать эти процессы, если мы ищем знания и понимания, а не только, ну, не знаю, там картинку, которую, конечно, все расхватают, потому что, да, все очень любят цифры, и все очень любят, когда эти цифры относятся прямо ко всей стране. Вот на этом я пока закончу. Спасибо. Спасибо, Оксана. Тогда, да, я видел в чате, что у нас и Филипик канал хотел высказаться, давай тогда будем сейчас двигаться и позволим высказать еще Геннадию Коршунову, а после этого, так образом, и Войцех, и Филипп, которые значительно ближе были к ситуации онлайн-опросов, тоже смогут так как раз высказаться, потому что, очевидно, что тема важная, и как мне представляется, поскольку вот те объективные ограничения, о которых сейчас Анна совершенно справедливо говорила, они, кажется, пока что не собираются никуда исчезать, поэтому, судя по всему, вот эта важность интернет-опросов, она, на мой взгляд, будет только расти, поэтому очень важно это обсудить. Геннадий, пожалуйста, какое мнение насчет всего этого, насколько мы попадаем в коконы или не попадаем? Значит, я, наверное, коротко, тезисно в поддержку тех или иных позиций, которые высказывали предыдущие аэрторы. Ну, во-первых, я бы сказал, что не все так плохо, как могло бы быть, плохо, но не плохо, плохо, плохо. Нормально. Нормально в том смысле, что есть достаточное количество инструментов, есть понимание, как они работают, есть понимание ограничений, которые предполагает использование тех или иных метров. С одной стороны, с другой стороны, я все-таки, по-моему, услышал, что именно ГЭЛОП использует, в том числе, и панельные исследования интернет-опроса, причем они комбинируют, если я правильно помню, могу ошибаться, но, по-моему, так, 40% идет face-to-face, 30% телефонный опрос, 30% интернет-опрос. Схема рабочая. Другое дело, что, действительно, мы сейчас не имеем возможности оценить вот те перекосы, которые есть, потому что перекосы потенциально есть при любом методе исследования. То же самое и кто фиксирует количество отказов при face-to-face. Методический проблем достаточно при... Интервьюер обязан просто фиксировать это. Ну, так, конечно. Обещание за ним тройным образом следят. Это хорошо. Это хорошо. Я, наверное, я бы все-таки пару слов сказал в пользу интернет-опросов, потому что меня очень интересует вот тема цифровизации, тема развития медиапространства, да, и, скажем, молодежь, ну, просто для понимания ситуации, для молодежи интернет стал основным источником информации еще, по-моему, лет 10 назад. Можно это вот так. для людей условно, скажем, среднего возраста, да, это где-то, по-моему, в 16-17 по общественно-политической ситуации, по общественно-политической информации интернет стал доминировать над телевидением, по-моему, в 17-м году. И под конец 19-го года интернет стал, накрыл телевидение, скажем, по значимости для всего общества в целом. По данным, я вот сейчас даже специально зашел, вот такие вот цифры, цифры собираю. По данным исследования Data Rapportal, проведенного совместно с компанией ViaSocial и так далее, количество пользователей выросло, пользователей интернета выросло в Беларуси до 7 миллионов 820 тысяч человек, что составляет 82,8% от населения всех возрастов. То есть, получается, что приблизительно это порядка 90-95% от населения старше 15 лет. Безусловно, огромнейший скачок вот такому росту аудитории дали события 9 августа. Там, по-моему, Псифон выкладывал статистику, что количество единовременных подключений из Беларуси было на втором месте в мире после Ирана. Весь этот год спровоцировал... И общее количество миллион шестьсот пятьдесят тысяч, насколько я помню. Сколько? Миллион шестьсот пятьдесят тысяч. Нет, можно посмотреть, там было больше, там, я не помню, по 4 или 5 миллионов, что-то такое. Ну, не суть, не суть, цифры можно смотреть. Я к тому, что, если, например, сравнивать еще, скажем, интернет-опросы с телефонником, сейчас, как именно положение вещей, конечно, очень сложно говорить. Но в перспективе, единственное, если только телефонные опросы будут жестко выходить на опросы по мобильному, но там свои нюансы, тогда с сетями и так далее, сколько у количества у человека симок и так далее. Но выход на цифровые варианты, мне кажется, вот с перспективной точки зрения, ну, занимает будущее. Другое дело же, как налаживать выборку, как строить контрольные всякие вещи, это уже методически. Телевизор как часто используются на интернете? Вот. Ну и за сим, наверное, все, передам специалистам слово. Спасибо. Да, спасибо. В таком случае, наверное, прежде чем передать слово Войцеху, которому, да, явно есть, что сказать и по поводу интернет-опросов, я еще вот хотел озвучить один из вопросов, который как раз Войцех касается, который у нас есть в чате. Я всем напоминаю, что пишите в чате свои вопросы, мы их обязательно обсудим на дискуссионной части. вот Юрий Дракохруст спрашивает, поскольку в вопросах чатом хаос они претендуют на городское население, а Ваш Войцех вопрос претендуют на общенациональный, и в таком случае Юрий интересуется, а как отличается в вопросах про отношения к Лукашенко, какая разница между городским и сельским населением. Поэтому Войцех, пожалуйста. Спасибо. Ну, во-первых, для меня очень интересно послушать дискуссию белорусских социологов. Я не являюсь практикующим социологом, и, честно говоря, в этой дискуссии телефонный вопрос или онлайн вопрос, в Польше вообще такой дискуссии нету. У нас вообще онлайн вопрос, это не принято, это не считается серьезным пока. До пандемии, конечно, главным инструментом социологов это были фейс-то фейл, либо телефон, телефонные опросы. Ну, еще раз, про онлайн опросы вообще речь не идет. Вы знаете, мне сложно судить, что лучше в случае Беларуси, хотя, конечно, понимаю все ограничения, которые есть в этой стране, связанные именно с независимой социологией. Мы, конечно, тоже, когда решили заказать наш опрос, мы понимали все ограничения связанные с таким вопросом, тоже, учитывая, конечно, внутреннюю ситуацию в Беларуси, но все таки, вот здесь я хочу ответить на вопрос Юрия Бракохруста, наша выборка, она пропорциональна, то есть она представительная, в этом смысле, что это не только городское население, это тоже села, это местечко, большие города, там, столицы обводов и города, которые поменьше. Я сейчас, у меня нету такого различия, какая поддержка у Кашенко у городского населения, какая у сельского населения, но мне кажется, что такой вопрос именно, который разделял этот вопрос на городское и другое население, появлялся у других, но мы в нашем опросе пытались сделать это максимально представительным. Вы знаете, наверное, наконец, я хочу все-таки напомнить, что любое общество, в первую очередь общество, такое, как белорусское, которое находится в процессе очень бурных изменений, очень сложно исследовать. Наверное, даже в Европейском Союзе не все понимают, что то, что произошло, происходит в Беларуси, это за прошлый год были самые масштабные общественные протесты во всей Европе и, наверное, один из самых масштабных за последние много лет на европейском континенте. И только этот фактор показывает, как сложно вообще такое общество в процессе таких бурных изменений, как сложно такое общество исследовать. И вот здесь я единомышленник, это кажется, или госпожа Шерест, или господин Кашунов сказали, что есть понимание ограничений и что подробные цифры это не главное. Главное это тенденция. Спасибо, Войцех. В таком случае, Филипп, я думаю, ты слушаешь все про онлайн-опросы. Мне очень нравится, как мы этот вопрос поначали с обсуждения такой жесткой, драматичной позиции Андрея, потом прошли по более нейтральным позициям. Я ожидаю, что сейчас будет жесткая позиция за интернет-опросы, это было бы драматургически красиво. Или у тебя есть что-то другая? Да, я в целом пропонент онлайна как метода. Большое спасибо за слово. Филипп Беканов, исследователь общественного мнения, в Сатио было дело аффилировано. Тут я соглашусь, во-первых, с Оксаной и с Войцехом и с Геннадием насчет того, что нужно понимать limitations. То есть, конечно же, конечно же, с академической точки зрения вот очень, если так. С академической точки зрения Филипп у нас пропал. Начались лимиты. Вот, да. Если что, это не ограничение экспертно-энертического клуба на незамесимую точку зрения. Но пока в ближайшие секунды Филипп не подключится, тогда мы можем просто пока пойти дальше и к позиции вернуться. Можно слово сказать, пока тут с интернетом заминка. Вот он, драматургические возвращения. Сколько Филипп хотел поагитировать за интернет, как интернет его прервал? Пожалуйста, Андрей. Можно сказать, да? Да, да, пожалуйста. Стоп, я уже тут. Я хотел бы, чтобы четко понималось слово драма. Дело не в ограничениях интернета опросов, дело не в чатом хаосе, а в том, что люди видят данные с одной стороны всебелорусского опроса, а с другой стороны всех других опросов. В этом заключается существо коконизации, которое происходит, и в этом заключается драма. Дело не в особенностях интернет опросов методологических как таковых, а в столкновении вот этого потока данных, с одной стороны все белорусский опрос, с другой стороны другие данные, и вот здесь возникает в массовом сознании недоверие к социологии как к виду деятельности. Вот в чем драма, а не в методических шероховатостях того или иного вида. Ну, это предмет немножко другого разговора, это, в принципе, предмет конструкции. Это нам как социологам то, в чем нам надо жить дальше, и как с этим, так сказать. Я думаю, в этом плане все мы будем жить, да, просто фермерософ и бюджет, безусловно, Андрей Петрович, вы правы, да, но в вашей речи была очень жесткая критика онлайна, как метода, в том числе. Равно как я всегда говорил. Это одно из предпосылок, на котором вы базируете, что вот и одни данные не те, и другие не те, поэтому я все-таки покритикую немножко. Ну, да, действительно, с академической точки зрения, действительно, мы имеем вопросы с тем, чтобы посчитать ошибку выборки, например, чтобы обосновать как-то математически, насколько сильно мы ошиблись, когда вот говорим, что там 50% населения страны послушало там обращение Тихановской или сколько там было в чатах, я не помню, меньше, по-моему, но не суть. Смысл в том, что онлайн достаточно контролируемый метод с точки зрения рекрутинга, да, то есть, в принципе, провайдеры онлайн-панели, ну, они знают, кого они рекрутируют, они контролируют этот процесс, по большому счету, как происходит это вот, формируется одна такая большая модель, то есть, рекрутинг происходит по-разному, он бывает там через онлайн, через телефонные звонки, вот, Норрстат рекрутирует, ну, панели делают по-разному, но качественные панели за этим следят хорошо, поэтому им можно доверять. То есть, мы, ну, когда мы говорим об онлайн-панели, мы говорим не о тысяче человек, да, вот, которые там непонятно как, там, это отобрались в наше, в наше исследование, и мы не понимаем, кого они репрезентируют, нет, мы говорим про тысячу человек, которую отобрали из, скажем, еще 90 тысяч человек, которые согласились на участие в онлайн-панели, да, и их уже рекрутировали, вот, очень широко, и вот эта вот модель 90 тысяч человек, вот именно эта модель претендует на то, чтобы репрезентировать городское население, которое имеет доступ в интернет, да, а в Беларуси городское население это 80, по-моему, процентов, да, кто сын, да, 78, а интернетом обеспечено доступом в интернет из этого городского населения еще примерно 90 процентов, вот, и вот тут уже дальше происходит, ну, выборка квотная в 99 процентах случаев, когда мы говорим про нано-прос, то есть кватируются параметры полвозраст, чатом, насколько я понимаю, кватирует еще и этот, размер населенного пункта, да, вот, и тут уже можно говорить о том, что вот эта структура, она вот будет отповедать и репрезентировать городское население, конечно же, не все соглашаются участвовать, но, но, нужно понимать, что и face-to-face этим грешен, да, то есть отказы от участия в интервью, это вполне распространенные вещи, как бы вы интервьюера не инструктировали, как бы вы его не контролировали, он не сможет обеспечить, ну, просто то, что у вас там случайный там отбор, там уличный, какой угодно, там, пластерный, что пойдет отвечать именно тот человек, который нужен, чтобы ответил, да, не телефонный, потому что отказы в телефонных, это, ну, отдельная песня, в онлайне, в онлайне, процент отказов от участия в интервью, точнее, не принятие вот этого приглашения, значительно меньше, чем в телефонных, то есть у всех этих методов одни и те же хибы, одни и те же проблемы, но онлайн при этом, да, вот он именно, когда мы говорим про сенситивность, ну, опрос Чатама, например, это достаточно сенситивная история для Беларуси, онлайн лучше, да, и это пишут абсолютно все, да, и Гэллоп, на который вы ссылаетесь, вот Юрий скинул, там ссылочку можно почитать, он подает там конкретно про отличие, и Американская ассоциация опроса, ну, AAPOR, да, Public Opinion Research, вот, все пишут, что онлайн панель, это вполне действенный инструмент сбора данных, если держать в голове ограничения, и тут нужно понимать, что... В Америке, правильно, в Америке, в Америке с другой ментальностью и с другим пенетрейством. Андрей Петрович, я не вижу принципиального отличия в данном случае, да, если мы говорим про то, что сенситивность у нас... Сейчас я закончу мысль, да, то есть... Прошу, да, все те, кто сейчас не говорит, отключить микрофоны, в том числе Юрия Дракохорста, потому что мы не слышим тех, кто заходит, это немножко мешает, поэтому давайте микрофон включим только тот, кто прямо сейчас выступает, а все остальные будем включать, выключать в процессе. Спасибо. Есть множество исследований, подтверждающих, что сенситивные вопросы онлайн задаются гораздо... Ну, информацию о сенситивных вопросах онлайн собирает значительно более качественную с точки зрения не обмана, с точки зрения согласия на ответ, с точки зрения количества ответов затрудняется ответить, чем, например, телефонник, да. Ну, фейс-то-фейс там, понятно, можно использовать всякие хитрые методики, но в Беларуси это по объективным причинам невозможно, да, да, но мы не про это тоже сейчас говорим. История в том, что, ну, это, ну, так делают, и в Штатах так делают, и в, ну, и Гэллоп тот же самый так делают. И я принципиально не согласен с тем, что белорусское общество отличается от американского настолько, что оно не пользуется интернетом как-то иначе, да. Есть опросы, которые делал Нордстат на предмет того, почему люди участвуют вообще в онлайн-панели, что их мотивирует. И они хотят делиться мнением, они хотят высказываться о каких-то проблемах, вот, и это сильно не отличается от американских каких-то, вот, таких же запросов. И дальше, насчет истории про репрезентацию по образованию, потому что, мне кажется, это очень важная вещь. Я здесь хотел бы поблагодарить, я не знаю, может, в этой комнате кто-то есть, кто связан с Чатом Хаус-опросами, но если нет, то хотят просто и вора, да, помимо того, что он их проводит, он еще и датасеты выкладывает. Это достаточно редкая история, и в целом я очень за это признателен, потому что вот я поглядел на эти датасеты, и, конечно же, пугающе выглядит то, что там 60% респондентов имеют высшее образование. Человек, работающий, ну, постоянно с результатами онлайна, я понимаю, что это просто лимитация того, что они пытаются репрезентировать население, которое старше 55, в том числе. В 90% выборов, построенных онлайн, это население не репрезентируется, потому что мало таких людей в онлайн-панелях. Это вот проблема, да. На постсоветском пространстве люди постарше в онлайн-панели сидят реже. Соответственно, чтобы набрать еще и по квоте для образования, они бы не набирали просто там 900 человек, они бы набирали, я не знаю. Но зачем? Здесь очень важно понимать, что вот эта репрезентация по образованию, сама по себе, да, она нужна, если есть какие-то связи, да, между переменными другими и образованием. Вот. По параметру образования там есть какая-то слабая, по-моему, связь в вопросах о том, за кого голосовали на выборах. То есть люди со средним образованием, чаще, чем люди с высшим, голосуют за Лукашенко, со средним и специальным, по-моему. Вот. А люди с высшим чаще голосуют за Тихановскую. Вот. И это из того, что я там посмотрел, ну, я не могу сказать, что я как-то ретельно, дотошно изучил этот массив данных, да, но это реально одна из немногих связей вообще переменной уровень образования с какими-либо другими переменными. Вот. Именно поэтому я не считаю, что такой перекос в вопросах Чатама это действительно существенное смещение, да, потому что, как минимум, потому что сам, сами исследователи Чатама на первой вот странице своих отчетов, они пишут о том, что, да, ребята, мы понимаем, у нас есть вот потенциал, вот ее образование у нас смещено, и они, ну, как бы признают, то, скорее всего, за Лукашенко у них, сколько у них там, по-моему, в районе 20% каждый раз там проголосовавших там 9 августа. Вот, скорее всего, проголосовало больше. По-моему, Чатам об этом пишет прямо в отчете, да. И вот в условиях, когда другие методы дают, ну, не меньший потенциал для неответов, да, для смещения выборки из-за неответов, не меньший потенциал для смещения выборки из-за того, что, ну, страшно отвечать по телефону на вопросы про выборы. Я считаю, что онлайн для Беларуси это реально одно из немногих решений посмотреть на, сквозь количественные именно призмы, да. Здесь, конечно же, мы утыкаемся в то, что в условиях противоборства очевидного, да, в обществе и в условиях конфликта каждый пытается как-то легитимизировать себя посредством ассоциации своей позиции с позицией большинства, да. Вот. И поэтому, конечно же, на эти цифры смотрят, но все вообще, вот я вижу, которые опросы, да, которые, ну, неправильно сказать, онлайн это только чатом, наверное, и народный опрос, но народный опрос в последнее время вообще говорит, что не репрезентирует протест, да, так что чатом. Чатом делает оговорки о том, что есть потенциальные смещения. И вот мне кажется, что с такой конструирующей и перформативной точки зрения вот эти высказывания о том, что вот за протест столько-то, за Лукашенко столько-то, они имеют право на жизнь, да, даже, ну, даже если, ну, не говоря уже про то, что тренды, да, это все очень важно, это просто аксиматически что-то ценно. Я думаю, что можно даже и на цифры смотреть, просто держа в уме, что есть какой-то потенциал для смещения, и что, ну, в целом, я глядя, если посмотреть в эти данные, этот потенциал можно даже теоретически, там, сопоставив, вот, например, с исследованием Войцеха, да, вот, с какими-то либо другими исследованиями, его можно, ну, с большего как-то, да, я понимаю, что это звучит очень научно, да, но по ощущениям, к сожалению, как мы вынуждены работать в 90% случаев, опять же, сидя в Беларуси, вот, можно представить. И именно поэтому я не считаю, что онлайн такой уже прямо нерабочий метод, да, он дает возможность делать то, чего не дают возможность делать другие методы, и при этом он им не уступает с точки зрения качества данных в вопросах репрезентации городского населения с доступом к интернету. При этом, да, конечно же, есть различия между селом и малыми городами, да, ну, это вот действительно всегда, вот мы в исследовании, кстати, всегда видели, что Минск отличается от областных центров, областные центры от статусичников, это статусичники от малых городов, и, соответственно, малые города очевидным образом должны отличаться от села. Другое дело, какой вообще, насколько большое это различие, да, потому что малые города от средних городов отличаются не сильно. Средние города значимы, но не сильно. Средние города от областных тоже значимы, но не настолько сильно, чтобы вот перевернуть вот эту картину с ног на голову, да, и чтобы у нас внезапно все село обеспечило Лукашенко там сокрушительную победу на выборах, вот, и перевернул эти результаты от чата. Поэтому, ну, мне кажется, что такая критика, она не очень справедлива по отношению именно к методу сбора данных. Спасибо, Филипп. Я бы хотел, поскольку у нас время, план движется к концу, я бы хотел на этом восстановиться с обсуждением онлайн-панелей. Понятно, что, скажем так, маловероятно, что Филипп и Андрей могут принять друг друга в своих позициях за время февридического экспертно-аналитического клуба, объективно говоря. Я думаю, да, мы, опять же, очень разный спектр мнений на эту тему услышали, но еще был один вопрос по поводу всеборосского народного опроса, который тоже хотелось бы затронуть, и еще есть вопросы в чате. Поэтому, наверное, с учетом того, что и Андрей Вардамасов, и Александр Шелест уже немножко высказались по этому опросу перед ВНС в твоих выступлениях, я бы хотел, может быть, начать с Геннадия Коршунова. Геннадий, как вы думаете, а почему вообще снова эта вещь была реанимирована? Потому что мы видели, что власть от этого немножко уходила. Почему вообще решили, что с точки зрения сейчас влияния на общество, это вот нужный инструмент? И насколько, в принципе, насколько это результативно для чего-либо, ну, кроме, как говорила Оксана, ценить уровень уверенности режима в себе? Я бы сказал, что это была попытка сработать в рамках информационного подкрепления для себя. Я где-то писал и несколько раз говорил о том, что фактически в Беларуси существует и давно намечался разрыв, и даже раньше наметилось очень жесткое развлечение двух картин мира. Мира повседневности и декларативного мира, скажем, вертикали. Фактически вот то, что было озвучено в рамках данных, полученных в ходе особой социологической спецоперации, это попытка самоуспокоения вертикали, не более чем. Потому что очень сложно понять, по крайней мере, из тех данных, которые были озвучены, очень сложно понять методические особенности этого исследования. очень сложно понять, как можно было так быстро, там, по-моему, в течение месяца они говорили, собрать такое огромное количество данных. Очень сложно понять, а зачем вообще было такое количество данных. Очень сложно понять, как монтируются два абсолютно разных типа построения выборки, территориальные производства. Очень сложно понять, как и зачем делать пилотаж, инструментария по телефону, а потом реализовывать его в формате Facebook. Вопросов на самом деле много, поэтому мне кажется, что если бы там было что-то очень красивое и интересное, то вообще можно было бы выложить, это же огромное исследование, оно презентировалось как фундаментальное, то, наверное, можно было бы ожидать как-то чуть побольше информации. О данных исследований. Ну, хотя бы в том варианте, как это выкладывают да кто угодно. Когда есть формулировка вопроса, есть перечень ответов, данные там по полу, огромное исследование фундаментально. Ну, вот я пока жду. Думаю, может, еще покажут. Пока не покажут, как-то окончательное мнение об исследовании сформулировать очень хорошо. Скажем, да, спасибо. Либо, я не знаю, Андрей и Оксана, хотели ли вы еще что-то добавить по поводу этого всебелорусского народного вопроса? Или, в принципе, исходя из того, что уже было вами сказано, в принципе, достаточно отражает ваши мысли? Или что-то еще хочется добавить? Ну, если может, уже кратко, да, с учетом нашего ограниченного времени. Андрей? Ну, идет поиск новых технологий. Пришла в голову мысль поработать с социологическими методами. Ну, вот, не очень получилось. Но это лучше, чем... Эта технология, это лучше, чем дубинки. Ну, да. Мне нравится этот оптимизм. В принципе, так можно довольно многое оценить в такой паразитме, что... Ну, лучше, чем дубинки, однозначно. Спасибо, Андрей. Оксана? Еще что добавить? Снова не понимаю, как бы, драматичности, которую подчеркивает Андрей Петрович. И, на самом деле, не вижу в этом ничего нового. Ну, как будто первый раз сталкиваемся с тем, что под маркой социологических опросов выдается какая-то информация с исключительно пропагандистскими информационными целями, как способ подходить свою точку к сожалению, и так далее, и так далее. Я понимаю, что это трагично, как бы, для восприятия социологии в Беларуси, но мы эту трагедию переживаем уже много лет. И много лет мы переживаем трагедию разницы данных, разницы результатов, которые выдавали в свое время и Несепи, и Новок, еще кто-то, и каких-то официальных структур, особенно, ну, например, КАОМа, который, как бы, каждый год под выборы пробуждается и что-то. То есть это, ну, как-то дезинцентная ситуация. И сейчас она заиграна вот в этой ситуации ровно так же и означает только, ну, вот, характеристику самой политической ситуации и того, что режим настолько хорошо чувствует дефицит собственной легитимности, что кроме всенародного собрания ему еще понадобился и всенародный вопрос, чтобы иметь еще один аргумент, который, как бы, с научной точки зрения подтверждает, что, да, мы большинство и так далее, и так далее. Я, ну, не буду критиковать всего этого, потому что, ну, уже и коллеги сказали, и много про это по этому поводу говорили, что даже при том минимуме информации, которая про это есть, это такое шило, что, в общем, ну, даже относиться к этому как-то всерьез не особо хочется. И меня все вот это время, пока мы ждали, что же будет вызвано в результате этого всенародного вопроса, волновал на самом деле только один вопрос, я про него даже писала. Это кто под этим подпишется? Потому что... ...отношения, которые хотят остаться профессионалами, в том числе представления в этой ситуации, когда их вынуждают поставить свое имя вот такого рода вещами. Потому что, коллеги, это очень важно. Понимаете, как бы, в чем трагедия, одна из трагедий репутации социологии и социологических опросов и доверия к данным. Репутация тех, кто делает эти опросы и тех, кто подписывает их своим именем. Потому что ни один нормальный человек, обычный человек, обыватель, ни один гражданин Республики Беларусь не может оценить в полноте методику проведения опроса, и даже грамотный и социологически компетентный человек все равно не знает, как вы его проводили. У него нет доступа к вашему полю, у него нет доступа к вашим базам, у него нет доступа к тому, чтобы понять, как все это было сделано, хорошо, честно и все такое. Поэтому в отсутствии, вот наша проблема в белорусской социологии, проблема не только с давлением, а с тем, что у нас давно отсутствует такая вот даже внутренняя коммуникация между независимыми институциями, которые подтверждали, ну как это, внешним образом достоверность, уверенность, качество действий своих коллег, увеличивая этим как бы кредит доверия к тем данным и результатам, которые мы имеем. А так для обывателя, конечно, нужно разбираться, кто стоит за этим исследованием, и можно ли доверять Мусиенко, можно ли доверять Вардомацкому, можно ли доверять Коршунову, кто это за люди вообще, и чем они гарантируют, то, что вот то, что они рассказывают, они правда делали, и то, что они квалифицированы правильно и честно это делают. В этом смысле скорее, я бы видела вопрос скорее вот в этом институте репутации, который в такой ситуации может вообще повышать этот кредит доверия к социологической информации, к социологическим данным, как бы, ну, чего бы они ни касались, скажем так, и в том числе, ну, не знаю, развивать некоторую иную культуру отношения к социологии, социологическим исследованиям, это не просто то, что можно использовать, ну, поднять знамя, как бы, да, и поддержать, потому что вот в этом смысле хорошим информационным ответом на социологический опрос был вопрос Антона Матолико на самом деле. То есть это абсолютно такой симметричный ход в информационной войне. Вот вы опросили 10 тысяч неизвестно кого, вы говорите, а мы опросили тоже 100 тысяч тоже неизвестно кого, ну, а бы как, и в другом оси в данных. Один оси в данных, второй оси в данных. И это как бы хороший показатель, ну, вот качество ровно такой, как бы, работы. Если мы заботимся о том, чтобы мы просто могли производить какие-то цифры исследования и что-то понимать, но чтобы это вызывало доверие, в том числе людей, которым нужно для принятия решения, людей, которым это нужно для ориентации в ситуации, вот, то нужно, как бы, этот институт рекомендует. Вот в этом я вижу выход в том, что всегда будет всегда в нашей культуре будут использоваться как инструменты в информационной войне, в инструменты... Поэтому только профессиональная критика и профессиональная поддержка и взаимокредитование, да, это выход. Спасибо, Оксана. Действительно, очень важная тема. На сегодняшний день мне остается совсем мало, поэтому я тоже хотел бы, может быть, кратко спросить в Вольцах по поводу, действительно, вот этого института репутации и этого института доверия и использования социологии, как или иначе, в информационной войне. Понятно, в Польше, конечно, своя специфика, отличающаяся сильно от белорусской ситуации, но, с другой стороны, наверное, в Польше тоже и разные политические силы всегда бывают заинтересованы социологию в свою пользу использовать, а что социологическое сообщество может этому противопоставить? И, в принципе, исследовательское сообщество использования вот таких исследований именно в пропагандистских целях. Есть ли у вас какие-то, может быть, несколько пунктов интересных выводов? Давайте я все-таки начну в продолжении этого, что сказала Оксана Шелест. Я вполне согласен, что за этим большим социопросом стоят две главные задачи. Во-первых, это попытка легитимизации режима, как ни странно, потому что они чувствуют это понятно, нехватку этой легитимности. Во-вторых, это тоже попытка ответа на другие социопросы, которые мы узнали в последние месяцы. То есть вот они показывают, у вас там сколько? Тысяча респондентов, а у нас 10 тысяч. Так что этот псевдо вопрос это конечно даже не второстепенный вопрос. Вот я не думаю, что стоит долго на это обращать внимание. Главное сейчас, где у России это не вопрос, а это репрессия. Безпроцедентные репрессии на Рим, на общество, которое идет. А что касается вашего вопроса насчет доверия. Доверие это конечно главное. Для меня, как исследователя региона, вот я тоже занимаюсь Украиной. Вот я знаю, которым институтам в Украине, которые занимаются изучением общественного мнения, можно доверять, а которым не можно доверять. Есть такие, которых есть просто бренд, а есть такие, которые точно можно сказать, что они заказные. И то за последние несколько недель, когда появились в Украине новые рейтинги политических, политическая популярность там по партиям и по лидерам, это было очень заметно. Так что я думаю, что для любого социолога доверие это главное. Ну, это касается тоже Беларуси, но хотя опять, ситуация в Беларуси другая, чем в европейском союзе, чем там даже не сравнима это с Украиной. Или даже с Россией, где у нас хотя бы там центр Левады есть. Хотя и до этого, что они получают в своих исследованиях, тоже есть вопросы. Так что да, я бы закончил на этом, что доверие это главное, а вот попытка белорусского управляющего режима, чтобы свою легитимность подтвердить этим соцопросом, думаю, не только с моей точки зрения, она полностью провалилась. Спасибо, Войцех. И в таком случае у нас, в принципе, остается, если мы не будем сильно перебирать время, чего не хотелось бы, остается 10 минут, и в том числе возможности дискуссии, и я помню, что у Юрия Докрохроста был вопрос, если еще актуально что-то задать Юрию, и возможно, если Юрий с нами, потому что уже у него задать вопрос, пожалуйста, поднимите руку или через Zoom, или вот физически делает Дмитрий Каренко сейчас, так понимаю. Антон, это пожалуйста, поскольку я традиционно с телефона не вижу полную картину, Антон, пожалуйста, посмотри и скажи, кто у нас хотел бы подключиться к дискуссии. Окей, ну, тут были вопросы уже в чате, я тогда пойду по порядку просто. Павел Зерков, вот вопрос был про то, насколько страх влияет на честность респондентов в вопросах, и можем ли мы быть уверены про то, что интернет-опросы эту проблему решают. Шарты, интернет-опросы про страх, ну да, в целом страх, это достаточно традиционно, я думаю, после каждого запроса, особенно, когда, когда, значит, у оппозиционных политиков в них были не такие рейтинги хорошие, как сейчас, а значительно хуже, и когда, всегда, тут же появлялся аргумент, даже просто все боялись сказать правду, если они нас любят. Действительно, вопрос важный, актуальный, я не знаю, может быть, кто-то, Геннадий, включил микрофон, Филипп тоже хотел бы, может быть, да, кто за социологов мог бы аккуратно кратко прокомментировать это, потому что действительно распространенная мысль. Геннадий, Филипп, кто готов? Да, Филипп, пожалуйста, Филипп, Геннадий, Андрей, да. Давайте, я вот в двух словах. Смотрите, какая история, да, тут очень важно тоже понимать контекст вопрос, потому что, как Вадим правильно заметил, это не новая история, это еще не СЭПИ, часто подвергалась обвинениям со стороны людей, которых сейчас принято называть старая оппозиция, что, мол, социология в Беларуси сбанкрутовала, пронароджение, потому что в концлагере ее невозможно, все боятся, на самом деле, сказать, как сильно они ненавидят диктатора, как сильно они любят наших лидеров. Тут нужно тоже во временной контексте это укладывать. Сейчас использование телефонника, как Оксана правильно сказала, я уверен, что дает огромное смещение, потому что масштаб репрессий беспрецедентен. То есть под раздачу может попасть абсолютно кто угодно за абсолютно что угодно. И люди, которые видят на улицах дубинки, люди, которые читают каждый день новости про то, как получают люди сроки абсолютно вообще ни за что, за высказывания, за вещи в реальные длительные сроки. Да, возможно, по телефону они покажутся. Интернет в этом смысле решает проблему чуть лучше, потому что онлайн-панели, которые предлагают пройти этот опрос, они существовали достаточно давно. Они были намного раньше и люди, которые там есть, это вот как, опять же, Нордстат говорит, что люди, которые в них участвуют, они доверяют этим панелям больше, чем спонтанным звонкам на телефон. Про face-to-face я не буду говорить, этой возможности работать в face-to-face в стране сейчас нет. Раньше, когда масштаб репрессий был не такой, когда они были точечными, когда репрессиям подвергались вполне конкретная узкая группа людей, которую можно легко описать, я не думаю, что проблема страха была настолько актуальной. Я не имею вопросов к тому же Нисепи с точки зрения того, что у них там сильно занижены рейтинги оппозиционных лидеров в их опросах и сильно завышен рейтинг Лукашенко именно из-за фактора страха. Но на данный момент это влияет и я считаю, что интернет-опрос помогает решить. Есть ряд исследований, которые подтверждают мое множество зрения. Спасибо. Филипп, Геннадий и Андрей. В принципе, да. Я вот здесь с Филиппом бы солидаризировался, потому что если брать традиционно face-to-face, брать телефонный опрос и анкетный опрос, то я предполагаю, что степень осознания своей защищенности, исходя из которой собственно человек может высказывать свое мнение не опасаясь за последствия, наверное максимальна все-таки при работе через интернет. Спасибо. И Андрей? Андрей отключил микрофон. Можно я тогда маленький комментарий еще тоже добавлю? Хорошо, давайте Оксана. Ну, понятно, что да, мы всегда имеем некоторые искажения, которые могут быть связаны не только со страхом, между прочим, но и с какими-то другими человеческими чувствами. Ты не знаешь, какие вопросы окажутся чувствительными в этой категории, поэтому все опросные методы имеют смещение. И мы, проблема как раз не в том, что это есть, а проблема в том, что мы никогда не можем оценить влияние этого фактора. Но понятно, что в ситуациях подобных нашей сейчас, то есть когда в стране практически идет, ну не знаю, не хочу называть это войной, кто-то называет это внутренней оккупацией, и так далее, но очень многие люди живут сейчас практически в состоянии ощущения этой оккупации. и, извините, данные одного из запросов, которые я недавно видела, но, к сожалению, не смогут осваиваться открыто, они говорят о том, что чувство безопасности у белорусов просто упало ниже плинтуса, то есть в том числе до таких границ, что люди перестали ощущать себя в безопасности в собственном доме. То, чего в Беларуси вообще никогда не было, потому что мой дом, моя крепость, оно как бы это оставалось неприкосновенность честного жилища и защищенность в частном пространстве, при том, что общественное пространство всегда были, ты понимал, что ты вступаешь на скользкую территорию, но защищенность частного пространства, она все равно для обычного человека была очень высокая. При нашем уровне криминальной ситуации и прочее, и сейчас даже это ощущение падает. Понятно, что этот общий уровень тревожности, общий уровень страха, общий уровень беззащитности в стране, в которой нет закона, конечно, оказывает влияние на все. И да, чем анонимнее, чем дальше дистанция от вопрошающего к отвечающему, и чем более она посредована, тем у нас больше надежда на то, что мы имеем ответы, которые относятся к представлениям респондента, а не к тому, как он считает нужно представить себя для нас или для неизвестного исследователя с неизвестными целями. Поэтому да, Филипп, интернет-опросы сегодня это один из наших инструментов, которым будут пренебрегать. Просто я еще раз повторю, что при этом нужно четко понимать и ограничения, и не скрывать их, потому что, опять же, это играет на нашу репутацию, на доверие к нам и к нашим данным. Спасибо. Спасибо, Оксана. Андрей, если можно так кратко... Три момента. Три момента в связи с заданным вопросом. Сензитивные и несензитивные вопросы. Не будем сейчас трогать рейтинговые вопросы. По экономическому ощущению совершенно спокойно воспринимается этот вопрос, и телефонники четко фиксируют ситуации, когда идет негативная динамика, и высказываются, этого люди не боятся. по экономическому самоощущению. Вы знаете, я показывал много раз эти динамики, в том числе и негативные, и это была одна из основных причин того, что произошло падение экономического самоощущения в марте-апреле. Второе. По поводу, кто спрашивал вопрос по social desirability эффект, значит, эффект страха попросту. Динамика здесь такая, и она очень печальная. Если сравнивать с летом, июль-август, то, например, по сравнению с декабьем, refusal rate увеличился в два раза, отказов больше стало в два раза. Третий момент по поводу панелей, значит, два, и тут как бы два подмомента. это разные вещи. Отбирать респондента в каждом конкретном случае сейчас, когда респондента несколько раз пытаются достигать в ситуации не онлайна, а в ситуации телефонника либо face-to-face, и формирование панели. И плавно перетекаю второй момент относительно панели. Значит, панельный опрос в ситуации опросов массового сознания, общественного мнения, это не есть измерение массового сознания, это есть измерение в какой-то степени экспертного мнения. Человек, находящийся в панели, знает, что его будут опрашивать, и поэтому у него изменяется медиаповедение, это более, так сказать, сведущий человек по поводу тех предполагаемых вопросов, которые по его предположению его будут спрашивать. Он просто больше знает, чем среднестатистический человек, из совокупности которых и состоит массовое знание. И этим отличается панель, ориентированная на вопросы общественного мнения, от торговой панели, панель купли и продажи в маркетинге, где рисуется адекватная картина маркетингового поведения человека, а не человека, который, зная, что он находится в панели, его завтра будет опрашивать, становится незаметно для себя экспертом, а не представителем массового сознания. Спасибо. Спасибо, это интересный и интересный поинт. Антон, кто у нас еще хотел бы задать вопрос? Есть ли у нас еще какие-то руки или, может быть, в чате что-то изнательно? Да, в чате есть, меня лично интересует пытание Вардаматскому от Юры Дракахруста. Андрей, ты оценил отсутсность потребы у присутности лидеров худшей стануча. Лидеры усе, лидеры меняются. Але мы уже ведаем выник, хай и попередний, и гэта не перемога. Может, гэта связана с ситуацией с лидерами? Жорская аналогия, але карнавал таксамы немая лидеров, але йон немая мэты взять уладу, йон яе и не бере. Значит, принциповая, по-перше, я хотел бы казать, что у меня не было оценочных выказываний. Выказывания были только констатационные. Отсутность психологичной потребы у лидеры. Их это на подставе того, что люди вельми цеварозы разумели, что лидер, який з'явится, и что з'ям буди праз два тыдни, праз месяц и так далей. Поэтому так переформатавалася социальная психология и стасунки до лидеров. Это перший пойнт, и по-другое, на самой справе там было два этапы в этах стасунках. И то, что я говорил, это характерно для вересня, хоть кастрычника, ну и значат самого серпня, августа. Потом стасунок изменился таким чином, что появилась потреба у лидерах в тем сенсе, что потребны были, от них стала потреба формуливаться в их программах с их боку. Тут есть динамика. А вы не бачим, яки. Зразумело, так? Два этапы стасунков до лидеров. Первый отсутность потребы, другой этап, начи от конца кастрычника, потреба от неких месседжей с их боку. Дякую. Спасибо. Спасибо, Андрей. По поводу вопроса Юрия про то, что мы видим, что в итоге хочется вспомнить, как вражался Навальный, философ Рико и Морти. Так вот, Рико и Морти было на тему хорошее высказывание, что в конце все будет хорошо, а если все еще не хорошо, значит, это просто еще не конец. Но это уже не по теме социологии. Есть у нас еще кто-то, кто хотел бы именно по социологии задать свои вопросы, наверное, уже перед самым концом нашего разговора. Ну что? Есть вопрос от Дмитрия Каренко в чате тоже. Добрый день. Сколько независимых соцопросов регулярно работало и публиковало результаты во время электоральной кампании и после нее за последние 180 плюс дней. Это те службы, о которых говорил Андрей Вардамадский или есть еще? И вот вижу руку от Филиппа. Может быть, он ответить хочет? Да. Филипп, пожалуйста. Ноль. Так, микрофон. Ноль. Во время кампании, по-моему, были только анонимные какие-то утечки в Телеграм, не совсем понятного авторства. Какой-то канал Трикотаж было дело, заявлял, что данные, которые проводят IRI, по-моему, там что-то во время электоральной кампании, была на нехте. Когда-то информация тоже онлайн кто-то там что-то собрал. Вот. И на этом, кажется, открытые данные, собственно говоря, заканчивались. Никто больше ничего не говорил. После электоральной кампании... А, может быть, Андрей Петрович что-то публиковал, а я пропустил. После электоральной кампании интерес, конечно, возрос, появился чатом, появились открытых при этом данных на самом деле не так и много. Мне кажется, что народный опрос Чатом Хаус ОСВ ОС. Это вот последние 180 дней это то, что публиковалось. Еще вроде бы русские социологи что-то говорили, что они исследовали и упоминали об этом на каких-то зум-конференциях, но отчетов я так и не видел. Ну, ходят слухи о том, что есть регулярные замеры от Айра и того же самого, которые почему-то при этом не оказываются в публичном доступе. Если тут есть кто-то, кто с ними связан, давайте публиковать данные, это крайне интересно. Мне кажется, что скрывать их немного неправильно с точки зрения того, что очень мало есть информации в принципе сейчас в доступе, а всем очень-очень интересно. Если я что-то забыл, то напомните меня, пожалуйста. Я не припомню, чтобы к нам регистрировались на экспертный клуб представители Айрай, но можем спросить хотя бы Андрея Варадымацкого. На самой справе регулярно велися такие питания. Нема такой краины по периметру, ну, может, с выключением Эстонии, с территории, якой не проводились такие доследования. Тут на кон российских доследований упоминалось, было их шмат. И справа тем, что социология, я уже говорил, как интернет, и тут вогули не потребно удельниче внутренних гульцов. Просто страны, краины делают сами это доследование. И все все ведают. Хорошо, Оксана? Да, можно говорить про десяток таких опытаний. Спасибо. Рано или поздно мы, наверное, будем иметь гораздо больше информации, в смысле, вот таких замеров того, что происходило в Беларуси в это время, потому что рассказов и информации о том, что исследования шли, они идут, кто-то их проводит, на самом деле много. но, к сожалению, в публичном пространстве мы имеем то, что имеем. И в этом смысле Филипп, по-моему, перечислил практически все. Иногда вы можете где-нибудь в комментариях экспертов еще услышать какие-нибудь ссылки на исследования, которые не открыты, но вот именно таким образом. Единственное, что я еще поправлю, что в ходе электоральной кампании, то есть до 9 августа, до выборов, во-первых, работал проект Народного вопроса, они тогда как раз более систематически и качественно пытались сделать хоть какую-то картинку по стране, хотя, по-моему, опубликовали ее уже после, если не ошибаюсь. И был еще один очень загадочный, загадочный, в смысле, что хорошо квалифицированная сделанная работа, но я до сих пор не знаю, чья, потому что она сделала ситуацию строгой секретности, тоже с попыткой вычисления, ну, описания электоральной ситуации, и опубликована она тоже была буквально перед 9 августа и в очень ограниченном варианте, ну, это все показывает просто вот эту ситуацию открытости и возможности публикации таких вещей, когда даже профессионалы, которые имеют ресурсы и возможности это делать, потом не имеют возможности это публиковать. Я вспомнил, вот еще один был недавно, ЦОИС, что-то там провел, вот, да, они происследовали про отношения к протестам, вот, и опубликовали недавно вот это же, и у них, кажется, в исследовании молодежи, у ЦОИСа тоже было затронуто участие молодежи именно до 30, кажется, лет в протестах, вот, ну, а так, как бы, все, вот, в открытом пространстве действительно не было. Ну, да, я не стану спорить, что они проводятся, и Андрей Петрович, вы, несомненно, правы, их регулярно собирает кто-то эти данные, потому что, ну, дыма без огня не бывает, будем надеяться, что рано или поздно у нас у всех появится возможность с ними ознакомиться. И это еще, еще один аспект по поводу слова драма, которое я, значит, употребил. Вот это вот неизвестность этих данных. Это да. Может быть, Геннадий сейчас хотел добавить, потому что, мне кажется, это один из, не знаю, я как-то не сансолог, но, по-моему, это один из достаточно редких случаев, когда опрос государственной организации, его данные были так вот открыто, если не опубликованы, хотя бы опубличены, насколько я понимаю, совсем-таки не потому, что государство такого хотело, но, тем не менее, эту цифру, 24% по Минску мы все-таки увидели. Ну, тот случай, на самом деле, это было исключение, там действительно произошел слив информации, но я на тысячу процентов уверен, что это не из института социологии, с одной стороны, а с другой стороны, ну, это была моя установка изначально, я никогда не называл тех цифр, которые институт не получал, с одной стороны, с другой стороны, если уже институт какие-то цифры получил, да, значит, он их получил. Это один момент. Второй момент, вот к тому перечню, который совокупно нарисовали, Филипп, Оксана добавила, Андрей Петрович присовокупил добрую часть серой зоны к этому перечню, к сожалению, мне добавить нечего. Спасибо. В таком случае, я думаю, если, Антон, у нас нет каких-то еще супергорячих вопросов, тогда надо потихоньку закругляться, потому что время наше подходит к концу, мы так сегодня немножко перебрали, ну, и, конечно, как всегда, в таких случаях связано с тем, какая у нас прекрасная и горячая тема, потому что действительно, как мы видим, остается еще огромная серая зона, которую мы можем только не судить по каким-то таким косвенным слухам, что вроде бы что-то в этой серой зоне было и проходило, но мы в ожидании того, когда эти данные появятся. Это серая на самом деле самая качественная с точки зрения выдержки с точки зрения выдержки процедур. Плохо узнают, если честно, я бы с удовольствием ознакомился с процедурами, но пока она серая в основном, то есть то, что там 40 на 40, это звучит, ну, вот я слышал эти цифры неоднократно, вот IRI, там какой-то телефоник, что 40 Лукашенко, 40 Тихановская, все звучит очень странно и непонятно, и хотелось бы посмотреть повнимательнее, конечно, на эти исследования, поэтому я не готов сразу же так соглашаться с тем, что там что-то самое качественное, вот, но мы просто знаем, что оно проводится, вот потом посмотрим. Ну да, потому что, мне кажется, если возвращаясь к тому, о чем мы сегодня уже все здесь говорили, к вопросу, значит, репутации и доверия, это, конечно, то, что всегда с такими серыми данными всегда проблема, потому что только, да, в общем-то, я только неоднократно слышал, и не только про социологию, про разные исследования, особенно, когда это касается, сегодня уже упомянутых, этих якобы, умеющихся у власти неких секретно регулярно проводимых данных, всегда слышал про то, что они как бы, как раз там-то все, значит, максимально, чем более тайно, тем лучше информация, хотя, да, весь максимум, сколько, сколько что-то видел, пока этому, это доверие не подтверждало, но вопрос, доверие, вопрос данных, это вопросы, конечно, немножко разные. В любом случае, я думаю, мы сегодня много важных вопросов обсудили, хотел бы сказать спасибо всем, кто сегодня участвовал в нашей дискуссии, и всем нашим основным спикерам, и всем нашим гостям, всем тем, кто подключился, слушал, задавал вопросы, спасибо всем, мы всегда, всем, всегда рады, и, наверное, до встречи на следующих эксперто-аналитических клубах. И все, кто смотрит нас на ютубе, не забывайте подписываться на канал пресс-клуба и ставить лайки и жать на колокольчик. Спасибо большое, всего хорошего. Олег, дякую, было очень интересно.